Добрый день, уважаемые коллеги! Я очень рада сегодня вас приветствовать в канун нового учебного года. Мне так хочется, чтобы он был самым ярким, творческим, чтобы он подадил вам радость общения с детьми и коллегами, и чтобы наполнить добром и любовью каждый день нашей работы. Такой нелёгкой, ответственной, но очень, очень нужной. Сегодняшние дети — это будущие руководители, рабочие, депутаты, чиновники. И, конечно же, от нас с вами зависит, какими они выросли. Будут ли они гордиться своей страной, будут ли заботиться о её процветании, ведь они здесь выросли, родились. И поэтому эта проблема является одной из актуальных на современном этапе. Эту тему я передвела для себя как проблемное поле Творческая лаборатория воспитателей учреждений дошкольного образования Гангстерического района, руководителем которого я являюсь уже 10 лет. Мои педагоги провели огромную работу по самообразованию, обобщили очень богатый материал у знаменитых представителей Гангстерического района. И у нас есть практические наработки-разработки. Моя задача сегодня перед вами — передать опыт работы творческой группы, познакомить вас с эффективными методами и приёмами, которые помогают формировать знания о родном крае, о Гангстерщине и о знаменитых представителях Гангстерического района. Ну, для того, чтобы нам начать наше взаимодействие, я хотела бы сначала оценить степень готовности к активной деятельности. Попрошу вас раздать каждому фору. Лесенька-эспортива — это такое звенье, которое используется в начале занятия, семинара, сфигольная операция. Послушайте, пожалуйста, задание. Отметьте, пожалуйста, поставьте, пожалуйста, отметку на той ступеньке, высота которой соответствует вашим творческим возможностям и способностям вести активное взаимодействие по патриотическому воспитанию дошкольников. Лесенька, как будто давно, до 10-ти вы видите, да? Это самоанализ. Вы видите, пожалуйста, отметили. Чтобы я увидела жирника, как поставьте, отметку. Я посмотрю, можно, да? Всё. Спасибо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, с какой целью я использовала этот приём, который называется «Лесенка сводчества». Вот зачем я её использовала? Так, зачем она мне нужна? Как вы думаете, вот ваше мнение. Вот я посмотрела... Вот такой у нас... Так, да. Умнички мои, золотые. Совершенно верно. Я увидела, что каждый из вас имеет определённый багаж знаний. Меня это очень радует. Каждый из вас является индивидуальностью. Есть разные отметки. Ну и, конечно же, что вы готовы к активному педагогическому взаимодействию. Ну что ж, путь. Едем дальше. Вы, «Лесенки творчества», пожалуйста, оставьте в ежедневничек свой, да, когда-нибудь. Она нам ещё пригодится. Обратите, пожалуйста, внимание на нашу аудиторию. Вы видите, что она украшена по углам шарами четырёх цветочек. Каждый цвет обозначает определённое мнение. Я буду читать, называть утверждения, а вы должны, в зависимости от своего собственного мнения, как вы считаете, занять определённый угол. В итоге получится, что где-то может быть большая группа участников, где-то маленькая, где-то один человек. Значит, осуществив активное взаимодействие, вы должны будете высказать общее мнение этого конкретного угла. Ну что ж, готовы? Итак, я произношу утверждение. В реализации задач патриотического воспитания наиболее эффективным видом деятельности является занятие, игра, познавательно-практическая деятельность. Затрудняюсь ответить. Самым эффективным являются занятие, игра, познавательно-практическая деятельность. Затрудняюсь ответить. Осуществите, пожалуйста, взаимодействие. Понимаете? И занимается определённым... Занятие, игра, познавательное, сотрудничество, сотрудничество. Все ответить. Отвышен ваше взаимодействие все. «Засладно-практическая деятельность». Весь演од. Привет! Вот. Привет! Привет! Вот, 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 вот. Ага, вот именно мой вопрос. Что это такое? Игра. Что это такое? Точно, ты лучше, ты, 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 я, я, я. Хорошо, хорошо. Отлично. Игра. Да. Какой будет? Общение, да? И я хочу услышать общее мнение. Почему именно так? Ну кто готов? Я. Так, ну что же, послушаем Летина Михайловна. Она ожидала ответить, почему. Я считаю, что не только на занятиях и в игре, и в познавательной практической деятельности. Это все должно быть цельно связано. Это все должно быть в комплексе. Спасибо за ваше мнение. Спасибо, отлично. Так, уважаемые коллеги, кто у вас целью слова? Кто? Татьяна Ивановна. Наверное, да, наводки показывает. Ну, я считаю, что познавательная практическая деятельность в патриотическом воспитании именно наиболее приемлема. Так как, если мы, допустим, хотим ребенка обучить, чтобы он узнал побольше каких-то знаменитых мест, каких-то знаменитых людей, то, естественно, мы должны это показать ему, рассказать, чтобы наши дети посетили музей, какое-то достопримечательное место, посетили памятник какой-то, посетили выставку того же художника. Еще такое общее мнение, да? Видел, забыл, сделал сам, остается на всю жизнь. Ой, хорошо, спасибо. Спасибо за ваше мнение. Активно взаимодействующая группа. Мы решили, что все-таки занятие, как одним из основных видов ознакомления детей с родным городом, с достопримечательностями его, с родной страной, в общем-то, занятие является важной формой работы с детьми по патриотическому воспитанию. Почему? Потому что, во-первых, занятия дисциплинируют детей. Мы их планируем всегда систематично, целенаправленно, от простого к сложному, от более знакомого к менее знакомому, от... от чего там, ну подскажите... Ну, здесь все принципы. Использую, соблюдаю все принципы дидактики. Дальше. Занятия все-таки мы можем проводить по-разному. И поэтому в занятия мы можем очень даже легко включить и игру, и познавательно-практическую деятельность, и все другие формы работы с детьми. Поэтому занятия... А я не ведущим, ведущим деятельностью. А то, что это основное дело. Спасибо, Владимир Щербович, такой аргумент. Спасибо за ваше мнение. У нас образовалась в процессе взаимодействия еще одна группа. Это радует. Значит, процесс активный, мыслительный идет. Я слышу ваше мнение. Мы сейчас слушаем. Ну, мы считаем, что ребенок играет, познает жизнь. Только наши дошкольники через игру, они узнают и о жизни нашего района, о нашей истории. Если талантливый педагог, он через игру передаст все эти знания своему ребенку. Поскольку игра является ведущим, это для деятельности. Поэтому через игру легче познакомить детей с другими краями. Спасибо за ваше мнение. Вы знаете, так интересно, столько мнений, так все аргументировано. Я так же, как и вы, считаю, что в данном случае мы эту работу проводим и проводим в разных видах деятельности, согласитесь. Вы только что услышали. Еще один выбор нужно осуществить. Следующее утверждение. Второе. Проблема патриотического образования дошкольников, эту проблему нужно решать именно с дошкольного возраста. Именно с дошкольного мнения. Я считаю, что это правильное, вернее, считаю, да, что это мнение совпадает с моим мнением, да, дошкольного возраста. Считаю эту проблему неактуальной. Неактуальной, есть другие более важные. Считаю, что начинать надо не с дошкольного возраста, а со школы. Еще успеют. Затрудняюсь ответить. Асса, счастлива, пожалуйста. Все они по-каналу соглашаем. А в душе и конце. То есть, в душе, в душе, в душе, в душе, в душе, в душе, в душе. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Я не буду жить. Будешь в душе, в душе. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. В решении мы пришли к дошкольному возрасту. Именно с дошкольного возраста. Дети, как пластилин, закладывается фундамент. Поэтому именно с дошкольного возраста мы начинаем формировать. Вы знаете, я так рада, что вы все остались в одном розовом уголочке, потому что мое мнение совпадает и с ваше мнение именно о дошкольном возрасте. И хочу сказать, что этот прием... Медик, можете присесть? Медик, можете присесть на вас. Этот метод четыре угла, который называется... Вы, наверное, уже некоторые использовали в работе с кадрами, но чаще с кадрами. Как-то с детками не очень. Мы в творческой группе смогли положить этот метод на детей. Вот смотрите, как можно его применять в работе. Например, мы начинаем ведь с малого себя, со своей семьи, знание о себе. Когда мы закрепляем у детей понятие, задачу, они должны знать, когда они родились. Это разные времена года. Дети распределяются, каждый. И потом вы спрашиваете у каждого ребенка, в каком месяце он родился. Может, кто-то знает. Таким образом вы решаете несколько задач. Правильно? Есть, идёт. Дальше можно, например, таким образом. Иван Короленко. Это... Детя спросить, да? Или другого, любого нашего представителя. Иван Короленко. Это художник, врач, депутат. Я вообще его не знаю. Они тоже осуществляют выбор. И аргументируют потом. Правильно? То есть идёт образование. Правильно? Как вариант, четыре угла, да? Но ещё используется говорим-говорим, а здесь не знаю. Можно использовать центр помещения. Есть, да? Это называется четыре угла. Формирование гражданственности, патриотизма, национального сознания, самосознания — это задача, прописанная в системе образования, в Кодексе Республики Беларусь об образовании. И работа над данной проблемой творческая лаборатория обобщила. Опыт работы по основным направлениям. Давайте с вами вспомним направление. Вы их все знаете. Начинаем мы всегда с чего? С себя, со своей семьи. Правда? Знание о близких людях. Вот одно из направлений — воспитание уважения и любви своим родным людям. Мать, отец, сестра, бабушка и дедушка. Дальше мы, конечно же, должны формировать у них любовь к чему, где мы живём. Света к красоты. В природе. В природе. Да, да. Совершенно верно. Формирование интереса к родной природе, её особенностям. Желание сохранить природное богатство. Именно тоже важная задача, да, сохранить. Далее мы говорим о городе, о ганцевщине. Да, нужно знать её историю, конечно же. Нужно к ней приобщаться. Формирование знаний о ганцевическом районе и его, поскольку мы говорим о малородине, да, и его истории. И ещё один, кто напомнит? Культура. Да, да, традиции, ценности, ознакомление с культурными ценностями, традициями и обрядами населения ганцевического района и приобщение к ним. В итоге открывается у нас голова. Это основное направление патриотического воспитания дошкольников. Этот приём называется гусеница. Красиво, да? Это наглядный, наглядный такой приём, который можно применять в работе. Варианты его мы используем. Но вот проблема у дошкольников в том, что наши дети читают только, ну, в основном, к концу старшей группы, да, знают буквы, бывает, но не все читают. Как можно его использовать в работе? Главное — соблюдать принцип. Открывается гусеница с хвоста. Заканчивается обобщающим понятием. Например, вот вы мне сейчас должны сказать голову. Если здесь, то использовать можно фотографии, место слов, схемы, картинки, модели. Вот представьте себе, что здесь фотография, поскольку брошюр много у нас, ограничение гнеписимности сделано, можно вырезывать. Здесь кинотеатр, молодость. Здесь памятник погибшим воинам. Здесь парк городской. Здесь средняя школа номер три. Что будет было в вид? Мой? Город. Совершенно верно, ребята. Правильно. Здесь будет мой город. Вот по такому принципу мы можем использовать метод гусеница. Но для того, чтобы, поскольку мы в детском садике, да, мы не в школе, нам хочется вот все украсить, да, как-то все сделать ярче. Поэтому я его взяла вот в таком виде. Это называется прием гусеница. Так, идем дальше. Следующий метод. Зрение одной цепи. Сейчас, уважаемые коллеги, вам необходимо взять по одному, по одной полосочке. Вот здесь у меня лежат на стороне. Так. Прочитать то, что там написано. И осуществить взаимодействие в группе, понять принцип, по которому вам нужно объединиться в группе. Будет ли группы. С одной стороны, с этой и с другой стороны. Потом, вы когда останетесь в группе, с каждой прочитаете, что у вас написано. Если знаете что-то об этом, то говорите. А если нет, то, возможно, группа скажет или скажу я. И, таким образом, мы с вами сформируем группы в общающем понятии. С днем. Ну что ж, приступим взаимодействие. Пожалуйста, осуществите, пожалуйста, свою работу. Спасибо. 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 Ну что, я попрошу вас... Уважаемые коллеги, попрошу вас на закончить, да, наверное, уже, да? Стать вот так, полупругом, чтобы мы видели вас все. Вместе на меня ко мне. Ну что ж, приступим. Так, мои участники обединились в три группы. Ну что ж, начнем с природное богатство Гангсовического района, в общающие понятия. Сколько у нас участников, это... Ну что ж, пожалуйста, начнем, наверное, отцепочили. Озеро Дубовское. Озеро Дубовское находится на территории Русинско-сельского совета. И оно называется Дубовское, потому что там находится много дубов. Наверное, под одним дубом любил отпочивать, и куб полос у этого места. Так само оно знакомится о том, что там есть много рапов водится. Чистое озеро. Находится у леса, я уже сказала. Ну что еще сказать можно? Спасибо. Тут слеты там. Да, да. Спасибо огромное. Вот туда на магнитчик, и это мостовый. Пожалуйста. Озеро Красное. Находится на станции Люсина. Другими словами, у нас в простодородье называется Люсинское озеро. Это самое чистое озеро в Гангсовском районе. Даже санэпидемстанция разрешает в нем купаться. Спасибо. Спасибо. Ольга Венина. Река ЦНА. Это река, которая проходит через всю территорию Гангсовского района, попадает в Липец, и тоже считается экологически чистой рекою, потому что там тоже водятся, как говорили, раки, а раки любят чистую воду. Спасибо. Тут даже. Евгения, на доске, пожалуйста. У меня республиканский гидрологический заказник под Великимом. Вы, девочки, все слушали. Он находится в месту Борковское, Гангсовичское, Хатыническое лесничество. Был основан в 2005 году. Даже так. Почему? Потому что, чтобы сохранить натуральное состояние природы, там животные, растения, все занесены в Красную книгу. Есть редкие такие птицы, как черный журавль, серый, не, черный айс, серый журавль, болотная черепаха, но и других очень много животных. Это очень интересно. Пожалуйста, пожалуйста, продолжай. Да, у меня Дуг Великан и Балун Великан. Деревня Большой Крупович. Дуг Великан и Балун Великан. Вообще, сама деревня Большой Крупович, насколько я знаю, известна тем, что там очень много больших камней, вот именно Балун. Балун. Балун, да, и там очень много. Вы вот видели на эксплуатации, да. И вот Дуг Великан, это тоже очень большое, высокое дерево, которое, возможно, ну, обхватить восьмерым, таким взрослым людям. Спасибо. Иван Анна, сюда, Добро пожаловать. Да, Креспубликанский биологический закатник. Борки. Закатник Борки. Спасибо.